На скамье подсудимых в областном суде организованная преступная группа из Рыбинска. По версии следствия, члены этой ОПГ занимались распространением тяжелого синтетического наркотика, который по своему действию сильнее героина. Сычники полагают, сколотил наркобригаду 39-летний Игорь Лебедев. Привлек непосредственных исполнителей, которые уже занимались фасовкой, которые искали, кому сбыть, получали за это деньги и передавали ему. Сбыт происходил не то, что раз в неделю, раз в дне, он происходил практически ежедневно, пока у организатора не заканчивались наркотики. По материалам следствия в состав ОПГ входило 7 человек, двое из них уже осуждены. Роли среди участников наркогруппы были четко распределены. Члены ОПГ договаривались о встрече по телефону. Естественно, СМС-сообщения шифровались. Доза для распространения передавалась во время рукопожатия. Таким же образом производилась и оплата. Далее полученный наркотик фасовался на более мелкие дозы и уходил наркопотребителям. Один из фигурантов, это так мне и вменяется, организатор этой преступной группы. У него есть два оконченных эпизода. А по этому составу наказание предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы. По материалам следствия, один грамм этого синтетического наркотика на черном рынке стоил около 4,5 тысяч рублей. В уголовном деле 16 эпизодов, и это только те случаи, которые известны сыщикам. Правоохранительные органы тщательно разрабатывали Рыбинскую ОПГ. У предполагаемого главаря наркогруппы при обыске нашли огнестрельное оружие. Изъяты пистолет ТТ и обрез. Играм Лебедеву грозит серьезное наказание. Возможен и пожизненный срок. Сам подсудимый обвинение в сбыте наркотиков отрицает. Сегодня его адвокаты отказались в комментариях по существу уголовного дела. Ранее Лебедев судим не был, а вот другие участники групп подали в поле зрения правоохранительных органов за распространение наркотиков. Другий Ковчин, Олег Лушников. День в событиях.